Девушки отдыхают Пропала предыдущая серия Что там было На всякий случай обозначат Что Цукаса-сан и Сасаки-сан Вошли в интимную связь Прям там, где они остались То есть Цукас проснулся Посмотрела на Сасаки-сана Она посмотрела на него И они поняли, что момент настал И в общем-то Сэйтия произошла Прям там у костра Вот, и это был ее первый раз И я очень смущалась Когда я это читала Ну ладно А найдутся же такие, да Которые потом возьмут Ладно, я молчу Не буду подкидывать идею В общем, продолжаем Мне так стыдно Сасаки-сана смущенно улыбается И прикрывает ПАХ Почему? А, ну понятно Ее походка становится неуклюжей Ну да, в общем-то, логично Может нам отдохнуть немного А можно? Ну да, болит все-таки Первый раз, все дела Она проводит по волосам Смахивает снег с ближайшего обломка бетона И садится Вздыхает она Все время пасмурно Мне это не нравится Она поднимает взгляд к серому Затянутому облаками небу Кажется, что слой облаков с каждым днем Становится все гуще Закрывая солнце и мешая нам Заметить наступление утра Из-за недостатка света Снег кажется темным Словно он оторвался от этих Самых серых облаков Некоторое время Сазаки-сан Наблюдает за тучами А я хотела увидеть солнце Разочарованно бормочет она Ой, подождите Мы возвращаемся к месту Где вчера разделились с группой Танамуру-сана Не очень логично на самом деле Сюда возвращаться Вокруг много камней Так что есть где спрятаться Ветра нет И тот, кто услышит противника первым Будет иметь преимущество Так что если дело только вслух Я вероятно замечу их первым Мы идем и идем Но никого не замечаем Видимо полицейские Уже убежали отсюда Кстати, знаете что Я так подумала Вполне возможно Не знаю Буду решать, конечно По мере Того, как буду двигаться по игре Точнее по новелле Вполне возможно Что самые такие убойные Сцены, да Там с насилием С каким-то жестким Хотя, господи После Outlast Че я несу Че я несу Запрет Я поставлю Конечно В конце концов Мы подходим к тому месту Где вчера причалил плод Но его и след простыл И только наши пожитки Свалены на берегу Это плохой знак У нас проблемы Я поворачиваюсь Я поворачиваюсь и вижу Что Сасаки сам покраснев Смотрит на меня Можно я Не успеваю я понять О чем она говорит А она, касаясь ладонью Моей щеки Уже наклоняется ко мне Но наши губы Не успевают соприкоснуться Мы слышим плеск воды И она быстро отодвигается Как-то она Знаете, вот Странно Она себя ведет Не та ситуация, по-моему Что с поцелуйками лезть Как-то странно Ну ладно Вдалеке появляется плод Все, с кем мы расстались Вчера в безопасности На плоту Похоже, что они нас Еще не заметили Я подхожу к воде И машу рукой Танамурас Она замечает меня И улыбнувшись Широкой белозубой улыбкой Машет в ответ Секс, она краснеет Опускает голову О, сейчас что будет? О, все, отлично Второй эпизод Второй главы Шагнув на берег Каваса-сан пошатывается И хватается за Кувагату-сана Мне нехорошо Мы не так уж и долго плыли И плод не настолько качало Чтобы вызвать морскую болезнь Но Каваса-сан едва Стоит на ногах Пожалуйста, держись Кувагату-сан тоже бледен О, Ароя, как всегда Каваса-сан укоризненно Смотрит на Ароя Которая шлепает рукой по воде Время от времени Она заглядывает в свой блокнот И что-то бормочет Такому вообще бог Вот представьте, да Он сбежал с девчонкой С пацаном И с аутисткой И норм Вообще То есть, как бы Они выжили Даже сумели как-то спастись Ну то есть Норм Вот реально Он реально всех выручил Я уверена Кувагата там тоже Проявил участие Но тем не менее Если так вдуматься На Цукасу Только Сасаки пришлась И то как бы Ну ладно Она не знает Что значит переживать Я ей завидую Мы наконец-то на земле Наслаждайся Ты еще бодрее Чем обычно Танамура-сан Говорит Сасаки-сан Да, я просто доволен На плату Мы были беззащитны Вот я и нервничал Здесь гораздо лучше Танамура-сан Вводит с гадом Разбросанные вокруг обломки И самое главное Теперь я могу курить Не гадываясь на остальных Он смеется И чешет голову Но его левая рука Двигается как-то скованно Я этого не заметил Но вчера пуля задела руку Танамура-сана Его пиджак порван И запачкан кровью Танамура-сан Перевязалась Себя Кусочком ткани И делает вид Что ничего не случилось Но глядя как он С трудом шевелит рукой Я понимаю Что это больше Чем просто царапины Давайте пойдем В больницу Каза... К... 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 Предлагаю я Я беспокоюсь Я ранену Танамура-сана А в больнице Почти наверняка Будут люди Конечно И самое главное Больницы К... 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 Находится Всего нескольких Минутах ходьбы Отсюда Угу Думайте Конечно Когда перед нами Открывается вид На больницу Мы понимаем Что там Как и ожидалось Множество народу Фига А это безопасно Должно быть Кувагатисану Не дает покоя Вчерашние события Все будет в порядке Улыбается Танамура-сан На территории больницы Сооружено Несколько навесов Из листов пластика Само здание Большей частью Разрушено С виду Стоят самодельные печи Представляющие собой Железные бочки В которых Развели костер Знаете че Я так подумала Может быть Вот Как бы Как Та серия С Секасом Может быть Я ее вообще Не буду выставлять Если вы это видите И не видите Эту сцену Значит я так решила Просто Там так Все откровенно было Боже Я этого не могу пережить У меня до сих пор Это в голове стоит То что Под навесами Стоят ряды кроватей На которых спят пострадавшие Между ними Деловеты сноют Доктора И медсестры в белом Еще я вижу Молодежь Которая таскает Везернки дров И корзины со льдом Нормально так Они такие Занятые Саки сан Выглядит Несколько ошеломленный Ну Это потому Что тут много раненых Давно не видел Столько людей Мне гораздо легче Когда вокруг Много народа Танамура сан Заговаривает С парнем Который тащит коробку Обрисовывает ему Наше положение И спрашивает С кем бы нам поговорить После получения Нужной информации Пойду поговорю С тем Кто тут за все Отвечает Так что подождите Пока здесь Танамура сан Уходит в направление Которое указал ему Парень Он уходит А мы остаемся Стоять без дела Мне не нравится Вот так тут стоять Шепчет Сасаки сан Наблюдая за Кипящей вокруг Работой Она права Все в госпитале Деловеты сноют Туда сюда И лишь мы Стоим без дела Эй Посмотрите-ка сюда Каваса сан Тянет Сасаки сан За рукав Куда-то указывая Она вся бледная Она показывает Належащий на земле Лист голубого пластика На котором Вряд лежат люди В этом Нет ничего Кавага сан Замолкает На первый взгляд Раненые просто спят Но я быстро Обращаю внимание На некоторые странности Они лежат на снегу И пластик Не может уберечь Уберечь их от холода Они накрыты Тонкими одеялами Которые тоже Ни от чего Не защищают И никто Проходя мимо Не обращает На них внимания Я приближаюсь к ним Все они Смертельно бледны Глаза пустые У некоторых Открыт рот Рты пили Сохли Мне даже нет Необходимости проверять По некоторым из них Все ясно С первого взгляда Они все мертвы Говорю я то Что и так понятно Сасаки-сан Стоящая позади Меня кивает С болью во взгляде Сколько их тут Поблизости Еще один лист Пластика На котором Тоже лежат трупы Снег припорошил Тела Которые выглядывают Из-под навеса Но их лица Тоже ничем не прикрыты Похоже Что за ними Никто не смотрит Кувагата-сан Кидает взгляд На воткнутую Снегпалочку Благовоний Им наверное Рабочих рук Не хватает Я понимаю Но Это же ужасно Ты прав Тогда Может нам Предложить Похоронить их Мне не нравится Просто стоять И ничего не делать Снегу что ли Похоронить Не Ну конечно Вариант Но Потом Знаете Весна покажет Кто где срал Здесь Та же ситуация Но Когда я уже Делаю шаг Кувагата-сан Останавливает меня Думаю Лучше оставить Все как есть Прежде чем Что-то делать Нам нужно Получить разрешение От родственников Погибших Да Ну Видимо Кувагата-сан Считает иначе Мне кажется Что родственникам Погибших Больше понравилось бы Если бы их похоронили А не держали На снегу Как мороженую рыбу Мороженую рыбу Повторяет за ней Кувагата-сан Глядя на трупы И бледнеет Ароя Рассматривающая Тела Сидя на корточках Дает им Пощечину И хватает За волосы Эй Ароя-чан Удивленная Сысаки-сан Оттаскивает Ее И Ароя Падает Мы слышим Неприятный Звук Выдираемых Волос В руке У Ароя Зажат Клок Шевелюра Юноша Лицо Кувагата-сан Застывает И он Прикрывает Уши Руками Блин Недовольно Бормочет Каваса-сан Нахмурившись Боже Нет Сазаки-сан Разжимает Руку Ароя И вынимает Волосы Из ее пальцев Фукасава-сан 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 Что? Ритмично Повторяет Ароя Этот человек Каваса-сан Бледнеет Я его уже Видела В блокноте Ароя Есть его Фотография Я беру Блокнот Ароя И начинаю Его листать Почти в самом конце Находится фото Человека Лежащего Передо мной Надпись гласит Фукасава-сан Да Это он У него на Бэйджике Тоже написано Фукасава Говорит Кувагато-сан Глядя на грудь Трупа Там находится Бэйджик С его данными Почему Ароя-чан Ведет себя Как ни в чем Не бывало Она не грустит Это словно Он замолкает Кувагато-сан Нет Я в норме Да Нам нужно похоронить его У Кувагато-сана Озабоченное выражение лица Эй Они сказали Что тут неподалеку Есть место Где собрались беженцы С этими словами Появляется Танамуру-сан Он смотрит на нас И Что стряслив Вы такие мрачные Он удивленно Наклоняет голову Да ты у нас здесь Вообще единственный Весельчак Дурак Одергивает его Кувагато-сан Спасибо за комплимент Танамуру-сан С гордостью Прикладывает Руку к груди И Кувагато-сан Вздыхает Кажется С телами Все же Собираются что-то делать Говорят Что их похоронят Мы хотели Побыстрее Отправиться В убежище Но в силу обстоятельств Решаем помочь Уже довольно Темно Танамуру-сан Прекращает работу Смотрит вверх И вздыхает Может на сегодня Хватит Мы явно устали И работа Ощутимо замедлилась Даже если мы продолжим Толку Большого Большого не будет Но Кувагато-сан Качает головой Давайте Поработаем Еще немного Ты такой Целеустремленный Тако-чан Танамуру-сан Невесело Улыбается На их Скоро-гатой Санам Головах И плечах Лежит снег Я наверняка Выгляжу Точно так же Сасаки-сан С остальными Девушками Отправилась В убежище Рядом Со средней школой Я слышала Что там живут Все Собравшиеся Кувагато-сан Возвращены целые На вид Так что Мне оставалось Только гадать Как они умерли А были Изуродовны При одном взгляде На которые Было ясно Как они погибли Все уже Привыкли К виду Мертвецов Так что Никому Это не кажется Чем-то невероятным Или отвратительным Но их Нескончаемые ряды Угнетают Работа Идет в тишине Кувагато-сан Выглядит так Будто он убит Горем Но работает усердно Я могу продолжать Не хочу останавливаться Сейчас Мы должны подойти К делу серьезно А то у меня Остается ощущение Что мы делаем Это только ради Собственного Душевного спокойствия Говорит Кувагато-сан Но мы начали Еще утром А солнце уже садится И совсем не отдыхали Мы можем продолжить Завтра Сейчас я слишком устал Танамуру-сан Смотрит На судорожно Дрожащей колени Кувагато-сана Похоже Что он больше Беспокоится о нем Чем о себе Но к чести Кувагато-сана Нужно сказать Что это вовсе Не проявление слабости Это показывает Насколько усердно Он работал Если уж кто И бесполезен Так это я Так как правая рука У меня очень слабая Я не могу Не копать мерзлую землю Не таскать носилки Я понял Что все равно Не смогу помочь Так что рассказал Про свою травму Я впервые Сказала им об этом Но похоже Они и так подозревали Что-то подобное Танамура-сана Сказала мне Не издеваться над собой Хотя сам работал С раненной рукой Из плеча вырвало Кусок плоти Размером с мизинец Рану обработали И перевязали Но боль никуда не делась Однако лицо Его остается бесстрастным И он даже поддерживает Уставшего Кувагато-сана Он точно умрет Работники больницы Тоже на пределе Они уже собираются уходить Но Кувагато-сан Еще отказывается Заканчивать Он настаивает Что нам нужно Работать дальше Я понимаю Что ты чувствуешь Но нам Новые травмы Не нужны Когда стемнеет Дорогу будет не разглядеть Так что сейчас Нам следует остановиться С улыбкой Уговаривает Кувагато-сана Танамура Это правда Но Кувагато-сан Понимает Что таскать Тяжелые носилки По замерзшей земле Небезопасно Так что Неохотно кивает Мы засыпаем Трупы землей А вместо На отгробии Ставим кусок бетона Мы пишем На нем Имена Похороненных Здесь Но имен Гораздо меньше Чем тел Это потому Что мы не можем Их опознать А у них нет Ничего Почему бы Их можно было бы Идентифицировать Идентифицировать Если мы похороним Здесь неопознанные Тела То скорее всего Никто никогда Не узнает Что они похоронены Здесь Мы заканчиваем Закапывать их Втыкаем в снег Палочку благовоний И поджигаем Все тихо молятся Когда мы встаем Кувагата Сам пошатнувшись Падает Поддерживающий Его решимость Угасает Оставляя Лишь безмерную усталость К тому времени Как мы возвращаемся В больницу Уже темно Медсестры Готовящие еду Выдают нам Порцию овощного супа Все кто занимался Похоронными Работами Собираются в углу И принимаются за ужин До этого Все молчали Но теперь начинаются Разговоры Мы обсуждаем Наше положение Это не сотрудники Больницы Обыкновенные студенты И офисные работники В общем Такие же жертвы Как и мы Они рассказывают Что тоже потеряли Свои дома И семьи Так что поселились здесь Помогая больнице Это просто чудо Что я остался жив И даже не получил Серьезных ран Когда я ничего не делаю У меня в голову Начинают лезть Дурные мысли Если моя помощь Сможет когда-нибудь Кого-нибудь спасти Они рассказывают Почему работают Здесь Затем мы переходим К землетрясению Они с любопытством Слушают наши рассказы О жизни в церкви Словно Мы были на необитаемом острове А когда мы заканчиваем Они рассказывают О том Что происходило В городе Сразу после землетрясения В городе Началась паника Начались пожары В которых погибли Уцелевшие Погибали Часто люди Попадали в ловушки В разрушенных зданиях И они не могли Им помочь Лишь слушали Как затихают крики Город был охвачен Страхом и отчаянием Когда ночь Подошла к концу Город оказался затоплен Неподалеку От воды Валялось множество Тел тех Кто погиб от холода Побывав в воде Они выбивались Из сил раньше Чем могли Хоть как-нибудь согреться Мы видели Множество трупов Сейчас все Засыпано снегом Но уверен Что если поискать То можно найти Целую кучу Я рад Что тела людей Которые замерзли Насмерть Хорошо сохранились Трупы тех Кто сгорел Или был раздавлен Просто ужасны Но я все-таки К этому привык Парень Который Представился Студентом колледжа Криво усмехается Не знаю Сколько всего людей Погибло Это просто Неудачное стечение Обстоятельств В ночь Землетрясения Валял такой сильный снег Что ничего не было видно К тому же Город затопило Если бы не это Многие Остались бы живы Как неудачно Сложилось Мужчина Назвавшийся Продавцом Вздыхает Мы узнаем Об остальном Они рассказывают О жизни после катастрофы О том Что делают Общественные организации Но надежда От их слов У нас не прибавляется Никаких Контрмер Не предпринимается Радио и телефон Не работают Нельзя узнать Ни размер ущерба Ни связаться с регионами Избежавшими бедствия Люди здесь Изо дня в день Могут лишь пытаться Выжить Они заперты В городе Весь остальной мир Словно позабыл о них У меня только вопрос Раз Почему они сразу Не пошли К больнице Два Зачем Те полицейские Стреляли В нас Ну Чтобы Скушать Нас Я так понимаю Но как бы Неделя всего прошла Знаете Для каннибализма Недели-то маловато Мне кажется Человеку Слишком Ну это слишком Мало Для того Чтобы Перешагнуть Вот этот Границу Вот этот порог Это слишком Большой Психический Надрыв Будет Нельзя Вот так За неделю Ой Пойду-ка Я пожру Людей Че-то Я есть Хочу Ну Как-то Это немножко Странно Было Не знаю Мало Кому удалось Спастись Большинство Жителей Города Погибло Но Учитывая Размер Города Уцелевших Должно Быть Гораздо Больше На самом Деле Никто Толком Не знает Сколько Людей Спаслось По Их По словам Поиск Выживших Еще Только Предстоит Мы Рассказываем О том Что На нас Вчера Напали Полицейские Это Их Слегка Удивило Но Они Отвечают Что В этом Нет Ничего Необычного Они Говорят Что Сразу После Катастрофы Все Впали В панику Вспыхивало Множество Споров И Драк Большинство Столкновений Возникало После Того Как Имеющиеся Ресурсы Были Распределены И Оказалось Что Не Хватает Даже Самого Элементарного Они Говорят Что Прошло Всего Несколько Дней С тех Пор Как Выбрали Лидера Группа Начала Действовать Организованно И Жизнь В убежище Начала Налаживаться Почему Опять же Купы Сюда Не Пришли Но Элементарно Не Пошли По местам Где Можно По Идеи Получить Помощь Странно Запоздала Но В первые Дни Всем Было Слишком Страшно Не Знаю Насчет Полицейских Но Мы Вполне Могли Закончить Так же Если Мы Не Знали Что Можем Успокоиться Что Я Быстро Пошли Думаешь Есть Другие Негодяи Вроде Них Спрашивает Танамур Сан Не Хочется Этого Говорить Но Такого Исключать Нельзя Все Разрушено Так что Ни в чем Нельзя Быть Уверенным Равнодушно Отвечает Он Ну В общем То Да Мы Доедаем И уже Собираем Сети В убежище Как Вдруг Землетрясение Дайте Угадаю Мне Почему Так Очень Что Сейчас Реально Землетрясение Будет Нет Помогите Я Слышу Позади Нас Крик Помогите Ее кто Небудь Что Происходит Обернувшись Я вижу Девушку Лежащую На кровати И стоящего Из голове Молодого Парня Который Обнимает Ее Рядом Стоит Изобоченная Медсестра Пожалуйста Не будьте Таким Эгоистом Пытается Успокоить Его Медсестра Эгоистом Это ужасно Не хочу Больше Ничего Слушать Вы Говорите Мне Бросить Ее Кто Небудь Помогите Пожалуйста Спасите Мою Девушку Парень В панике Продолжает Кричать Глаза Девушки Закрыты Она Тяжело Дышит Медсестра Просто Стоит С Обеспокоенным Видом Похоже Что Она Ничего Не Может Сделать Что Случилось О Новый Персонаж Ты Кто Че Ты Не Нравишься Появляется Высокий Человек В Белом Халате Он На Ходжи Похож Но Мне Не Нравится Вообще Доктор Кокизаки Это Просто Ужасно А Кокизаки Это Глав Глав Врач Больницы Фига Но Миссеры Не Нравится Я Надеюсь Я Ошибаюсь Но Он Прервает Медсестру Которые Пытается Взражать Моей Ай Так больно Она Говорит Что Для Ней Найдется Лекарств Она Говорит Что Не Может Ей Помочь Разве Это Не Ужасно Ай 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 Мужчина Которого Назвали Кокизаки Смотрит На Девушку Свои Очки Под Перев Небритый Подбородок Доктор Это Когда Медсестра Открывает рот Дайте Болеутоляющую Ай Успокоительную Вы Всем Мешаете Говорит Доктор И парень Начинает Усиленно Кланяться В знак Благодарности Не стоит Вопрос Если Она Умирает Ей Пипец Как Плохо Как Ей Поможет Болеутоля Еще Это Раз Ну Ладно Боль Снимет Но Это Ее Не Спасет Во Первых Если У нее Просто Боль Какого Хрена Он Так Орет Ладно Не Важно Как Кизаки Поворачивается И Уходит Минсестра Следует За ним Но Она Понимает Просто Он Рашумелся Из-за Этого А Все Так Умирает Минсестра Шепчет Что Чтобы Ее Мог Слышать Только Врач Но Я Тоже Ее Слышу Похоже Что Остальные Ничего Не Замечают И Я Единственная Кто Слышит И Нам Действительно Сейчас Не Хватает Лекарств Резик Прикусила Черт Больно Я знаю Тихо Отвечает Доктор На ходу Дайте Ему Физраствор Физраствор Как это Ну Короче Да Но Это Нам же Не хватает Лекарств Так Обойдемся Этим Можете Дать Сакуройсан Лекарства От простуды Или что Нибудь В этом Роде Ну Короче Да Ладно Я не устраиваюсь Только шума В следующий раз С такой ситуацией Можно справиться Множеством Разных способов О чем Вы вообще Думали Заканчивает Доктор Презрительно И уходит Теперь Все хорошо Тебе дадут Лекарства Я рад Я очень За тебя рад Продолжает Шептать Парень Девушки В кровати Конечно Ну Сила Самонарушения Она такая Средняя школа В которой Обустроено Убежище Находится Всего Получасть Ходьбы От больницы Хотя Идем Мы Внимательно Глядя Под ноги Добравшись До школы Мы видим Что у входа В школу Под навесом Стоит Стол За которым Сидит Молодая Женщина И заполняет Документы Люди С которыми Мы шли От больницы Говорят Что это Офис Администратора И нам Нужно Пройти Через Простую Процедуру Если Мы Хотим Здесь Жить Там Так Светло Позади Школы Ярко Горят Окна Спортзала Женщина Говорит Что Электроснабжение Школы Восстановили Наверное Люди Которые Разбираются В электричестве Починили Проводку Там Так Светло Что Аж Дух Захватывает Танамур Сан Смотрит На свет Чурис Словно Словно Слепит Правда Все были потрясены Когда мы вчера Первый раз Включили свет Некоторые даже Плакали С гордостью Говорит Продавец Администратор Выдаёт нам Форму Для заполнения И мы записываем Свои имена Возраст Профессию И хронические заболевания С левой стороны Бумаги указан Регистрационный номер 547 А под ним Моё имя Здесь Больше 500 человек Спрашиваю Некоторые Куда-то ушли Так что Я думаю На самом деле Где-то 300 Я не могу Сказать Точно Так как Люди Приходят И уходят Куда уходят Умирают В смысле Женщина За столом Пробегает Глазами Заполненные Нами бумаги Вы студенты Да Да Тогда Она улыбается Если хотите Пожалуйста Присоединяйтесь К административному Отделу Нам очень Нужны Молодые Здоровые Люди В администрации Как раз студенты Вашего возраста Так что Я уверена Вам будет весело Хотите Хорошенько Поработать С нами На благо Остальных Думаю Тогда Пустые дни В убежище Заполнятся Событиями Хорошо Мы подумаем Об этом Мы же В конце концов Только что Пришли Танамур Сан Невесело Улыбается Похоже Он не восторг От этого Да Ее приглашение Звучит Как нечто Среднее Между Зазыванием В клуб И вербовкой В силы Самообороны Комментирует Это Кувагат Сан После окончания Регистрации Все Залито Электрическим Светом Спортзал Стал Убежищем Для всех Жертв Катастрофы В разбитые Окна Вставлены Листы Пластика Чтобы не Задавал Ветер Расставленные Повсюду Печи Поддерживают Тепло Здесь Течет Нормальная Жизнь Тут Мужество Людей Из-за Выстроенных Из картонных Коробок Перегородок Кажется Что в помещении Царит Беспорядок Это Неудачный Пример Но Складывается Такое Впечатление Будто Я Забрел В городах Бездомных Впрочем Я уверен Многие Здесь И в самом деле Потеряли Свои родные Дома Мы Ищем Сосаки Саны И остальных И быстро Находим Их Устышав Громкий Голос Орою Она Расположилась В углу Спортзала У них В руках Полотенца И они Говорят Что Собираются Принять Ванну В городе Есть Горячие Источники И похоже Некоторые Из них Не пострадали От землетрясения Они говорят Что уцелевшие Часто Ими Пользуются Мы Можем Принять Ванну Причем В горячем Источнике Радостно Говорит Сосаки Сан Мы Должны Пойти Все Вместе Вы Выглядите Такими Уставшими Мы Смотрим Друг На Друга Так И Есть Давайте Быстрее Собирайтесь Мы Уже Идем Подгоняет Нас Каваса Это Источник Дорогого Отеля Так что В обычной Жизни Я вряд ли Смог бы Себе Его Позволить Здание Наверное Было Роскошным Элегантным Но Теперь От него Остались Лишь Груды Щебня Увенчанные Снежными Шапками Но Отель Разрушен Так что Мы Решаем Воспользоваться Источником Большая Открытая Ванна Устроенная В естественном Бассейне Заполнена Паром И запахом Серый По-моему Я уже Начинаю Охрипать Я кною В руку Несмотря на Настоящие Холода Она умеренно Теплая Думаю Это подходящая Температура Ну Да Я начну Охрипать Поэтому Предлагаю Здесь Остановиться Тем более Уже В принципе По времени Нормально В общем Мы добрались До Убирыща Но что-то Мне подсказывает Что Долго мы здесь Не проживем Не знаю Как-то Это слишком Все хорошо Не верю Черт Какая-нибудь Жоба Случится Потому что В принципе Если так По идее Уже на этом Можно игру Заканчивать То есть Если на этом Все заканчивается То есть Они пришли в убежище Все зашибись А на этом Реально Можно закончить игру Ну так Если по-хорошему Но Учитывая Что она вряд ли Закончится На этом моменте Мы отсюда Свалим И Будет Короче Плохо Все Фак Просто В общем Ладно Тем не менее Надеюсь Что эта серия Вам понравилась Она конечно Была Несколько Мрачной По сравнению С серией Там где Блайн Тим Которую Вы возможно Даже не видели Вот В любом случае Если вам понравилось Ставьте пальцы вверх Оставляйте комментарии Подписывайтесь Не пропустите Продолжение Ну а с вами была Севен Всем удачи Пока-пока Продолжение следует